Здравствуйте дорогие друзья! С вами как всегда я Артём и сегодня, как я и обещал, мы проведем тесты видеокарты ASUS GTX 760. Это DirectCU либо Q, кто как называет, 2OC. Разогнанная версия. Тестировать производительность видеокарты будем на процессоре Core i5-2400. К сожалению, под рукой на момент тестирования просто не было другого процессора, поэтому мы разогнали Core i5-2400 до стоковых частот процессора Core i5-2500K до 3,3 ГГц и, соответственно, протестировали видеокарту. И давайте посмотрим сейчас, какие частоты базовые ASUS нам представляет здесь. Базовая частота графического ядра у нас 1006 МГц, в Boost 1072 МГц, соответственно, CUDA ядер 1152, рабочая частота памяти 6008 МГц. Ширина шины 256 бит, то есть здесь у нас уже всё стандартно. Вот у нас здесь такой скриншот, здесь можно посмотреть температуры. Температура у нас здесь 32 градусов простой. Здесь мы это можем видеть. Ниже график загрузки графического ядра, напряжение здесь и так далее. Чуть ниже вольтаж отображается. Дальше мы видеокарту немножко разогнали до 1119 по ядру, 6590 по памяти. Сейчас здесь ниже отображается процент вращения вентилятора, 29%. Сейчас мы посмотрим, как видеокарта себя будет вести в тесте 3DMark. И посмотрим на обороты вращения вентилятора и на её рабочую температуру. Запускаем 3DMark Vontage и с помощью этого теста посмотрим, сколько попугаев выдаст наша система. Итак, я захожу в Options, настраиваем здесь разрешение 1920 на 1080. Full HD, соответственно. Остальное оставляем здесь по умолчанию. Presets ставим здесь, давайте, на High. И больше ничего здесь не меняем. Все тесты у нас в галочке стоят. Run Benchmark. Сейчас посмотрим. 59 кадров. Вот у нас FPS внизу. Второй тест. Здесь у нас результат 60 FPS. Где-то в среднем 40-60, в зависимости от сцены. Смотрим, сколько у нас выдал 3DMark. 18 и 717 попугаев для GPU 16624, для процессора 65249. Вот здесь вы можете видеть результаты FPS. Теперь перемещаемся сюда, посмотрим, сколько у нас была максимальная температура 55 градусов. Пики минимальная 28, это у нас температура в простое. Вот таким образом у нас, соответственно, работает наша видеокарта. И еще немножко об оборотах кулера. Это 1680 оборотов и 49% от общего количества вращения. Итак, запускаем 4Mark. Видеокарта у нас устаканилась, как говорится. 228 градусов простое. Здесь сейчас мы все это можем видеть. В общем, будет здесь еще дополнительный скриншот у нас. И запускаем 4Mark. 1920 на 1080. В сеттингах ничего не меняем. И full screen не будем ставить. Нажимаем burn in test. Go. И пошел у нас бублик. Итак, вот у нас 4Mark. 20 минут уже идет прожиг. FPS 44, минимальная 38, максимальная 47, средний 43. И количество кадров, сколько там у нас уже прорендерено. 69 градусов, минимальная 33, максимальная 69. И вот сама полоска. То есть температура видеокарты в норме. Несмотря на то, что здесь у нас крутится бублик. Все мы тестируем в корпусе. Вот у нас все тестируется здесь непосредственно. И вот такая температура. Результаты тестов в играх. В Metro 2033 сейчас вы видите скриншот. Настроек, которые были сделаны. Среднее количество кадров 36, максимальное 89, минимальное 11. Теперь Metro Last Light. Здесь у нас ситуация следующая. 38 кадров средние показатели, максимальное 82 и минимальное 7. В Battlefield мы получили следующие результаты. Соответственно, настройки Ultra. Разрешение 1920 на 1080, без вертикального сглаживания. Среднее количество кадров 57, минимальное 35, максимальное 71. Видеокарточка достаточно производительная, с хорошей системой охлаждения. При тестировании Furmark максимальная температура не превышала 70 градусов. Температура в простое около 30-32 градусов. Система охлаждения на средних оборотах достаточно тихая. На этом я заканчиваю свой обзор. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok